Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые члены клуба Optima Forma. С вами Ирина Суворова, и сегодня мы поговорим еще раз о том, как работать с образовательным порталом Pathways. Для этого мы зайдем на международный сайт tosmasters.org и войдем в систему под своим логином. Ваш e-mail указываем, который вы использовали при регистрации, как член клуба, указывали его в своей анкете. И пароль, который вы сами задали при первом входе на сайт. Раздел Pathways. Под кнопкой Pathways сейчас будет выпадающее меню. Открылась, кстати, страница с общей информацией про Pathways, но это не то, что нам сейчас нужно. Здесь можно почитать о том, что из себя представляет образовательная система, какие есть пути, иконки различных путей и несколько видео о Pathways. Вот оно. Здесь можно выбрать свой путь, зайти через базовый лагерь. Нажимаем Go to Base Camp. Первая кнопка из трех открывшихся нам – это выбор своего пути, то есть пройти тестирование. Следующая кнопка – это вход в свой путь через базовый лагерь. И еще одна кнопка – навигатор. Первую и третью кнопки мы сейчас подробно рассматривать не будем. Можете в свободное время сами полазить по навигатору. Очень полезная штука. Launch the Navigator. Нам сейчас нужна кнопка Login as a member. Вот эта кнопка есть у меня, поскольку я офицер клуба. Также она есть еще у нескольких офицеров нашего комитета. Итак, нажимаем Login as a member. Сейчас никакой логин и пароль уже вводить не надо. И открывается в настоящий момент мой путь. Вернее, мой так называемый базовый лагерь. Затем мы откроем мой путь. Здесь также есть несколько кнопок. Навигатор по базовому лагерю. Описание моей образовательной программы. Мой фидбэк, куда, например, можно загрузить свои формы оценки, кстати говоря. Мои бейджи, которые могут обмениваться между собой членами Toastmasters. И оценки речей. Сейчас нам всплывающие подсказки тут дают, для чего используется поиск. Итак, мы заходим в свой путь. Чтобы это сделать, спускаемся немного ниже. My Education Transcript. И здесь открыто уже несколько проектов, которые я начала. В том числе проект, или вернее целый путь, который у меня называется Innovative Planning. У большинства из вас здесь будет только одна строчка. Если вы не успели открыть никаких других разделов по Face. Это название вашего пути и надпись OpenCurriculum. И открывается путь с текущим прогрессом. Мой прогресс составляет 44% на данный момент. И открылся у меня путь на уровне 3. Потому что, собственно, я на нем нахожусь. Но я могу вернуться назад на Level 1, уровень 1, чтобы посмотреть предыдущие проекты. Для тех, у кого еще не выполнено ни одного проекта, не отмечено в Pathways, эта страница будет выглядеть как Level 1, 0%. Название трех первых проектов, которые все одинаковые. Это Icebreaker, Evaluation and Feedback, Researching and Presenting и Level 1 Complexion. Но галочек стоять не будет. Поскольку у меня все эти проекты уже выполнены, то стоят галочки. Тем не менее, я могу запустить инструкции к уже выполненным проектам, что я сейчас и сделаю. В данный момент в отдельном окне, неспешно так, открывается инструкция к проекту Icebreaker. Порядок открытия инструкции ко всем проектам один и тот же. Она открывается в отдельном окне и представляет из себя набор инструкций текстовых. Могут быть видеофайлы и несколько небольших тестов, как минимум два, которые надо обязательно пройти. Сейчас мы с вами по порядку разберемся, что же собственно из себя представляет инструкция к любому проекту. Инструкция к проекту 1 открывается с раздела Navigation, навигации. На этом экране показаны кнопками, как передвигаться от одной страницы инструкции к другой. Также есть кнопки вперед-назад. И внизу есть навигатор по разделам Navigation, Introduction, Your Assignment. То есть навигация, введение ваше задание, оцените свои навыки до, компетенции, видеонавигации, вы и ваши цели, подготовка и презентация, что делать после речи, обзоры применения, завершите ваше задание, ваша оценка и оцените ваши навыки после. Можно передвигаться по разделам с помощью этого меню. Мы воспользуемся стрелками. Мы видим, что у нас открываются различные инструкции на английском языке, на каждой странице. Они все уже переведены и высланы членом клуба Optima Forma на русском языке. Вот здесь идет первая форма Project Checklist, то есть Checklist проекта, которую можно посмотреть и при желании распечатать. Сейчас мы его откроем в новой вкладке. Я нажала на Project Checklist и зажала Ctrl, чтобы Project Checklist открылся в отдельном окне. Открывается он в PDF. Project Checklist, такой документ, есть для каждого проекта. Его не обязательно распечатывать, его даже не обязательно просматривать. Он нужен только для вашего удобства. Его можно заполнить для того, чтобы облегчить себе работу. Мы видим сейчас в форме, которая у нас открылась, цель речи, обзор задания. Напишите и представьте речь на любую тему, чтобы представить себя клубу. Ваша речь может быть эмористически-информационной или в любом другом стиле, который вам подходит. От 4 до 6 минут. И дальше расписаны пункты, что вам надо сделать. Запланировать свою речь с ВПЕ, написать ее, прорепетировать и оценить с помощью теста ваши навыки после выполнения речи. Project Checklist всегда на английском. Project Checklist пока не переведен. И я не думаю, что он будет переведен в ближайшее время, потому что этот документ не обязателен. Пока мы на него не будем тратить время. Возвращаемся к окошку с инструкциями. С помощью стрелок передвигаемся дальше. У нас открывается тест. Оцените на ваши навыки до. Здесь идут вопросы. Вы можете оценить или ответить на них с помощью оценок от 1 до 5. И кнопок передвигаетесь от вопроса к вопросу с помощью кнопок Back и Next. На все вопросы необходимо ответить, то есть проставить оценки. Сейчас мы видим уже проставленные мной когда-то оценки здесь. Без проставления оценок проект не будет отмечен как выполненный, поэтому вы можете не очень внимательно читать инструкции, но вы обязаны пройти этот тест, проставить себе какие-то баллы. Дальше в следующем разделе список компетенций, которые мы изучаем в этом проекте и развиваем с помощью этого проекта. Раздел Вы и Ваши цели. Здесь будет короткое видео, снятое ТОС Мастерс. Оно на английском языке, его пока тоже нет возможности перевести. Не во всех инструкциях есть видео, поэтому пока тоже не будем заниматься переводами видеоматериалов. Здесь представлен рабочий лист. Так, с помощью кнопки Ctrl также просмотрим рабочий лист, который сейчас открывается в PDF в отдельном окне. Он может открыться не сразу, в зависимости от скорости Вашего интернета и других программ, которые сейчас открыты у Вас на компьютере. Собственно, вот этот рабочий лист Вы можете использовать как черновик, набросать на нем, например, скелет Вашей речи. Название речи, основные пункты о себе, опционально причина для вступления в ТОС Мастерс, если Вы хотите об этом рассказывать, опционально цели. И дальше структура речи, открытие, речи, вступление. Небольшие подсказки написаны, как возбудить интерес аудитории, как представить себя, как сделать переходы. Далее основное тело речи, также с переходами. И далее сейчас прогрузится заключение. Кстати, очень хороший рабочий лист, с ним удобно работать. Единственное, что он опять же на английском. Допустим, в разделе заключения есть небольшие подсказки, что нужно писать в заключении. Повторить основные пункты Вашей речи, которые Вы затрагивали во вступлении. И завершить свою речь какой-то заключительной фразой с посылом, с какой-то моралью и так далее. Так, закрываем рабочий лист. Можете его распечатать и работать по нему. Далее, опять же, раздел Вы и Ваши цели. Все еще идет. Следующий раздел – подготовка и презентация речи. Здесь представлены небольшие советы о том, как Вам работать над речью, как можно речь репетировать, на что обращать внимание. Тайминг, организация речи, темп Вашей речи и так далее. Другие инструкции. После Вашей речи. Говорится о том, что нужно получить фидбэк от персонального оценщика и оценить самого себя. А также подумать, какие навыки Вы развили, выполняя этот проект. Далее, завершить задание. И, наконец, раздел Your Evaluation. Здесь мы остановимся подробнее, потому что этот раздел очень важен, но он одинаков для всех проектов. Во всех инструкциях есть раздел Your Evaluation. И здесь представлены все ресурсы для Вашей оценки. То есть это сама форма оценки. Она называется всегда Evaluation Resource. Print My Project – это распечатать все короткое описание моего проекта. И снова ссылка на рабочий лист. Рабочий лист мы уже видели. Описание проекта сейчас открывать не будем. Это просто PDF-файл с небольшим описанием. Откроем форму оценки. Сейчас я открываю форму оценки для проекта Icebreaker. Форма оценки всегда называется Evaluation Resource. Здесь в названии стоят разные цифры в зависимости от Вашего проекта. Для каждого проекта форма оценки своя. И Вам ее нужно распечатывать самим. Ранее это делал ВПИ, то есть я. Потому что первые три проекта у всех похожи, одинаковые вернее. Но в будущем у всех проекты будут различаться. На третьем, например, уровне вообще надо выбрать два любых проекта из 13. Поэтому Вам нужно будет самим распечатывать свои формы оценки. Итак, у нас открылась форма оценки в PDF. Она всегда состоит из трех страниц. Здесь нужно будет заполнить название речи, Ваше имя, фамилия, фамилия Вашего оценщика, дату. И далее идут основные напоминания о длительности речи, о цели речи, заметках для оценщика и комментарии. Дальше лист оценок и в конце лист критериев. То есть, что означает та или иная оценка. Последний лист для всех форм оценки одинаковый. Различные написаны критерии, по которым оценивают и оценки. И что каждая оценка значит от 1 до 5. Вернемся в окно с инструкцией. Еще раз. Этот раздел называется всегда Your Evaluation. И вот здесь под словом Resources, Evaluation Resource. Этот документ вам нужно распечатывать самим при подготовке Вашей речи и отдавать перед встречей его вашим персональному рецензенту, который вам назначит ВПМ. Идем дальше. Следующий раздел это снова тест Access Your Skills After. Здесь сейчас показан сразу экран фидбэк, потому что я этот тест уже прошла. Но должен открыться просто окно с тестом, который... Это несколько вопросов, на которые нужно будет также ответить с помощью оценок. Это нужно пройти обязательно, иначе Ваш проект не будет отмечен как выполненный. После выполнения этого теста будет окно Congratulations. И можно просто закрыть это окошко. После того, как Вы закроете окошко с инструкциями, Вам будет предложено оценить Ваш проект. Здесь будет кнопка Evaluate Your Project. И если Вы ее нажмете... Сейчас я не могу это сделать, у меня нет такой кнопки. Если Вы ее нажмете, то, по-моему, в течение первых двух или трех дней после выполнения проекта, есть возможность дать фидбэк создателям образовательной системы, насколько Вам понравился этот проект. Затем эта надпись исчезнет, и появится надпись Market Complete. Ну, или если Вы пройдете этот тест на фидбэк, то тоже, соответственно, надпись исчезнет, появится надпись Market Complete. Вы нажимаете на эту кнопку. Проект отмечается галочкой «Как выполненный». Подтверждать больше ничего не нужно. Для того, чтобы перейти к следующему проекту, форму оценки также загружать не нужно. К загрузке формы оценки мы вернемся чуть позже. И Вы можете переходить к следующему проекту и запускать его. Он также запускается в отдельном окне. Вот это окно. Следующий проект на уровне 1 – это «Оценка и обратная связь» состоит от проекта из трех частей. В нем нужно представить речь на любую тему, получить фидбэк от своего персонального оценщика и повторить эту речь с учетом рекомендаций персонального оценщика. А затем самому оценить чью-то речь. Потому что в этом проекте мы учимся не только получению обратной связи на свои речи, но и презентации своей оценки кому-либо. То есть предоставление обратной связи. Здесь также есть навигатор по разделам. Сейчас у меня открылась инструкция на последней странице. Можно прийти в начало. И мы видим опять тут раздел «Навигейшн». Здесь также есть тест, например, с написанием, с напоминанием, какая оценка значит. И также есть раздел «Внимание» – «Your Evaluation». Как мы видим, этот раздел практически ничем не отличается от такого же раздела в инструкции к первому проекту. Единственное, что в разделе ресурсов идут «Print My Project» одна кнопка и три кнопки «Evaluation Resource». Потому что в этом проекте вам надо получить форму оценки на свою первую речь, форму оценки на свою вторую речь, а также форму оценки своей собственной обратной связью. То есть, когда вы будете оценивать чью-то чужую речь, нужно, чтобы вас в это время письменно оценил кто-то еще. Вас как персонального рецензента. Ну и вы также можете в отдельных окнах в PDF открыть все эти формы оценки, их просмотреть и распечатать. Точно так же есть тест «Assess Your Skills Auto». Здесь это последняя часть, где вы можете проставить себе оценки. Сейчас у меня уже открылся экран с фидбэком, потому что я этот тест прошла. После прохождения всех инструкций и прохождения двух тестов точно так же будет возможность оценить этот проект, а затем отметить его как выполненный. И после этого откроется проект номер три «Исследование и презентация», который состоит из одной речи. Я уже не буду запускать инструкции к этому проекту. После выполнения этого проекта также будут два теста, «Форма оценки», «Возможность оценить проект». После этого откроется четвертая строчка для выполнения «Level 1 Completion Innovative Planning». то есть «Довершение уровня 1» на пути инновационное планирование. У меня сейчас здесь написано «View Certificate», потому что я этот уровень прошла. У вас будет написано, по-моему, «Verify», если я не ошибаюсь. На эту кнопку будете нажать на эту кнопку, вы отправите запрос, или как раз «Approval Request», как-то так называется. Вы отправите запрос своему ВПЕ на то, чтобы он отметил вам уровень. До этого ВПЕ ничего подтверждать не должен. Он подтвердит только выполнение уровня, то есть первых трех проектов. После того, как он подтвердит, здесь уже появится кнопка «Посмотреть сертификат». И можно будет переходить к уровню 2. На уровне 2 он у меня опять же пройден, поэтому галочки стоят на всех проектах. Технология та же самая. Название проекта, статус проекта. Вот он, статус завершен у меня написан. Также кнопка «Запуск», «Инструкции». Инструкции все построены по одному и тому же принципу. Опять три проекта, но они уже будут у всех разные в зависимости от пути. И в конце ВПЕ должен подтвердить ваш уровень 2. На уровне 3, сейчас он у меня еще не выполнен до конца, мы можем увидеть здесь, что у меня статус «In Progress» в проекте «Present and Proposal». И надпись «Launch», то есть «Запустить инструкции». Также у меня выполнена часть пути на 50 проектов. Это часть «Elective Projects», то есть я должна выполнить два проекта из предложенных 13. Я могу посмотреть детали. На уровне 3 у всех нужно будет выбрать два проекта из 13 предложенных. И они более-менее... Вот этот список более-менее будет у всех похож. Но выберите вы себе проект сами. Но не будем останавливаться на уровне 3. Теперь поговорим о других возможностях портала. Что еще вы можете посмотреть. Наверху есть кнопки «Домой», «Материалы» и «Проверка совместимости». «Проверка совместимости» — это проверка... Сейчас мы нажмем, чтобы уточнить, если я не ошибаюсь. Здесь мы можем увидеть требования к настройкам вашего компьютера и операционной системы, для того, чтобы портал работал у вас нормально. Откроем раздел «Ресурсы», обучающие материалы. В этом разделе вы можете увидеть все материалы по всем проектам в алфавитном порядке. Формы оценки и описание проектов. Сейчас они у нас как раз загружаются. Как видите, здесь в разделе «Тема» видно, что есть обучающие материалы, формы оценки, описание проектов, навигатор, список часто задаваемых вопросов и словарь терминов, используемых в базовом лагере, в котором мы сейчас находимся. Например, нам нужно найти форму оценки для какого-нибудь проекта. Допустим, проекты, которые сейчас веду я, выполняю я, фокус, он позитив, на английском языке. Мы выбираем «Evaluation ресурс», выбираем язык английский и у нас открывается в алфавитном порядке список формы оценки. «Evaluation ресурс», «A», «G», «High Performance». Нам нужен, допустим, «Focus on the positive», «Evaluation ресурс». И я могу его отсюда также скачать. Если вам нужна какая-то форма оценки к любому проекту, вы можете ее отсюда выбрать. Это очень удобно. Те, кто ходят по-французски, в немецкий клуб, могут также на этих языках найти форму оценки своего проекта. То же самое с описанием проектов. Это также очень удобно. Чтобы не заходить в свой путь, можно отсюда взять вашу форму. Также был вопрос о том, как же загрузить уже заполненную вашим персональным рецидентом форму оценки на сайт. Это делать не обязательно, но возможно. Вообще, в первую очередь, форма оценки нужна для вас самих. Я нажала кнопку «Home» и зашла на первую страницу домашнюю базового лагеря. Здесь есть кнопка «My Feedback» посередине. Можно запросить фидбэк у любого члена клуба вашего. Сейчас посмотрим, как это работает. Я, кстати, это никогда не делала. Здесь я могу записать, какой фидбэк я хочу получить и от кого. Можно сделать это достаточно для всех. Можно только для менеджеров базового лагеря. Менеджеры базового лагеря – это президент, ВПЕ, ВПМ и секретарь. И запостите. Они получат сообщение. Видите его в электронной почте. Также здесь есть разделы «Транскрипт». Сейчас посмотрим, что там. Это, собственно, обзор всех тех проектов, которые я когда-либо открывала. То есть, кроме своего пути, я открывала еще отдельно форму оценки на французском для своего проекта. Также ресурс для оценки в целом. И обучающее видео «Как оценивать». И навигатор. То есть, это отдельные разделы сайта Basecamp. Отдельно от вашего пути. У вас в этом разделе, скорее всего, будет только ваш путь. И все. И, наконец, раздел «Е-портфолио». То есть, электронное портфолио, в котором как раз и можно загрузить форму вашей оценки. Вот. Документы и бейджи. Здесь можно как раз загрузить форму оценки. Вот с помощью этой кнопки. Нет, не с помощью этой кнопки. Сейчас, минутку. Мы заходим в раздел «Мои документы». Мы заходим в раздел «Мои документы». Допустим, нам нужно что-то загрузить в папку уровня 1. Мы открываем эту папку. И с помощью кнопки «Add File» справа загружаем ваш файл с компьютера. Это может быть фото или PDF-файл. Здесь можно выбрать файл на вашем компьютере. Фото формы вашей оценки. Также здесь есть еще раздел «Бейджи». У меня уже три бейджи. Мне очень интересно, какие они. Собственно, бейджи я получила вполне логично. За активацию пути своего. За достижение первого уровня. И за достижение второго уровня. Можно получить другие бейджи от членов своего клуба. Но мы пока этим не занимались. Если кратко, это все, что я вам сегодня хотела рассказать про Pathways. С помощью раздела «Домой» я могу вернуться на главный экран. Также у нас возникал вопрос о том, можно ли проходить одновременно два пути. Да, можно. Второй путь докупается за деньги. Его можно выбрать на главной странице сайта «Тосмастерс». Сейчас мы отдельно откроем еще раз главную страницу сайта. Посмотрим, как можно выбрать второй путь. Опять же заходим в раздел «Pathways». Сейчас выпадающее меню. Нажимаем кнопку «Choose the path». Выбрать путь. Снова открываются три кнопки. Выбор пути. Вход на свой путь с помощью базы лагеря и навигатор. Здесь вы можете выбрать путь «Continue to path selection» и пройти путь. По этому пути вы можете идти параллельно с вашим основным путем, но вы не можете зачесть один и тот же проект себе в двух разных путях. Вот у нас открылся этот выбор. Проходим мы путь в электронном виде, либо нам также нужны распечатанные материалы. Распечатанные материалы есть не для всех путей, поэтому на эту цифру мы можем даже сейчас не смотреть. В базовом лагере вот 10 путей на английском и 8 на других языках, а в распечатанных материалах только 5. И только два пути на остальные 8 языков переведены. Поэтому ориентируемся на электронный вид – 20 долларов. С помощью кнопки «Take your assignment» можно будет его купить. И повторюсь, для прохождения второго пути вам придется заново проходить проект «Ice Breaker», «Evaluation and Feedback», «Research and Presenting». Вы можете проходить их параллельно, чтобы вам было легче. Но я рекомендую все-таки делать это последовательно. Следовательно, пройти сначала полностью первый путь, который состоит из 14 проектов, и потом с новыми силами перейти ко второму пути. Да, все начать заново, но это будет уже другой путь. У вас будет уже другой уровень ораторского мастерства. Вы сможете учесть свои ошибки, и это будет даже интереснее. Но решать вам. Также вы можете проходить путь, презентуя свои речи в других клубах. Можно уведомить об этом в ВПЕ, либо с помощью кнопки на сайте, либо ничего не отмечая на сайте, просто уведомив ВПЕ, он вам отметит уровень, когда вы пройдете все проекты по этому пути. Можно представить свою форму оценки, либо видео вашей речи в другом клубе, если это будет необходимо. Если я не ошибаюсь, то в разделе Speech Evaluations можно как раз отметить, что вы проходите речь в другом клубе. Сейчас посмотрим. Этот раздел посвящен наиболее часто задаваемым вопросам об оценке речей в Pathways. И снова в этом разделе представлены по алфавиту все формы оценки. То есть до формы своей оценки вы можете добраться разными способами. Также можно пройти обучение вас как оценщика. Сейчас я не вижу тут раздела. Это все-таки в другом разделе находится. Как отметить ваш проект как выполненный, если он выполнен в другом клубе. На самом деле мы в нашем клубе не относимся к этому формально. То есть вы просто уведомляете своего ВПЕ, что вы записались на речь в другом клубе, и он вам отметит уровень, как выполненный. Если у вас членство, например, в двух клубах сразу, то возникает вопрос, в каком клубе вам регистрируют свой проект. Если вы платите за членство в двух клубах сразу, то вы можете регистрироваться на Pathways и выбирать два пути. Но проходить вы их должны параллельно. Опять же, вы не можете одну и ту же речь, выполненную только в одном клубе, дважды отмечать, как выполненный проект в двух путях Pathways. Вы можете сделать это только в одном месте. Если вам нужно быстро пройти какой-то путь в одном из ваших клубов, допустим, в основном, то вы можете отмечать все проекты, как выполненные только в этом клубе. И, соответственно, в ВПЕ только основного вашего клуба будет подтверждать вам уровни. А в ВПЕ другого клуба, где вы время от времени будете представлять свои речи, отмечать вам уровни не будет. И, соответственно, все ваши достижения будут уходить первому клубу.